СОВЕТ БОЛЬНИЧНЫЙ КАСС СОВЕТ БОЛЬНИЧНЫЙ КАСС Убеждая медиков, что у документа есть только положительные стороны. Мы приглашали всех медработников и медицинских работодателей завтра прийти в Союз больниц в час дня, чтобы обсуждать все необходимые вопросы, чтобы совершать договоры. Если завтра врачи и работники медицинские примут Ваше предложение, будет ли это означать, что закончится забастовка медиков? Я очень надеюсь, что так будет. Сейчас твердо сказать, что завтра будет. Очень трудно. Мы сегодня вечером очень много работаем над этим. Я очень надеюсь, что удается завтра так договориться. Видимо, сегодня вечером и завтра в первой половине дня медикам придется принимать нелегкое решение. Соглашаться на половинчатый вариант и прекращать забастовку или идти до конца. Между тем, те, кто распоряжаются бюджетными средствами, уже пустили в ход, упреждающий тяжелую артиллерию. Министр социальных дел Ханну Певкур заявил, что для выполнения компромиссного решения придется повысить плату за койко-место и плату за первичный визит. Словом, залезть в карман пациента-налогоплательщика. А председатель социальной комиссии парламента Маргус Цахна недвусмысленно дал понять, что если медики не примут предложение, они утратят доверие общества. Словом, тактика сталкивания лбами, описанная еще в «Капитале Маркса», после вброса информации о заоблачных зарплатах врачей и переговоров с частными клиниками, готовыми взять на себя за деньги, конечно, заботу о пациентах, хорошо ложится на современную действительность. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.